Москва, Кутузовский проспект, Центральный исполком Единой России. В этих стенах провели заседание постоянно действующего организационного комитета «Наша Победа». Со вступительным словом выступил председатель Российского исторического общества, сопредседатель оргкомитета Сергей Нарышкин. Важнейшей задачей нашего оргкомитета была и остается забота о ветеранах Великой Отечественной войны, оказание им необходимой волонтерской помощи и социальной поддержки. По данным на прошлый год, в нашей стране проживали чуть меньше 17 тысяч фронтовиков. Каждый из них, безусловно, должен быть окружен теплом и уважением. Одним из важнейших мероприятий остается историко-патриотическая акция «Диктант Победы». Количество участников за неполные пять лет выросло в 12 раз. Объединило миллионы людей в 46 странах. Неслучайно на заседании Сергей Нарышкин предложил сделать круг вопросов диктанта шире. Нет никаких сомнений в том, что интерес к диктанту будет только расти. Поэтому, чтобы удержать высокую планку, необходимо начать готовиться к проведению диктанта уже сейчас, не откладывая на весну. Добавлю, что на этот раз мы могли бы немного расширить его тематику, предусмотрев отдельные вопросы и о событиях русской весны, и о героях специальной военной операции. 2023 год был отмечен сразу несколькими важными историческими событиями. Среди них 80-летие Курской и Сталинградской битв и прорыв блокады Ленинграда. В нынешнем году будет продолжена работа по восстановлению мемориалов и захоронений времен Великой Отечественной, в том числе в Донбассе. В этом году необходимо эту работу продолжить, уделить особое внимание нашим новым регионам. Многие мемориалы захоронения пострадали в результате боевых действий. Все необходимо восстанавливать. Это не только дань уважения, памяти к участникам Великой Отечественной войны, но и возвращения к нашим истокам и нашей общей исторической памяти. В свою очередь, соприседатель РИО, заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский рассказал о том, какую роль предстоит сыграть учебнику по истории России для неисторических направлений подготовки. Работа над ним близка к завершению. Конечно, мы будем добиваться того, чтобы учебник отвечал современным научным представлениям об истории России, в частности, о России как стране цивилизации, чтобы в нем было отражено критическое значение для нашей страны, сильной центральной власти, единства народа. И в этом смысле история Великой Отечественной войны — это, наверное, самый главный раздел учебника, хотя он, конечно, охватит период с древнейших времен до наших дней, до настоящего времени, до специальной военной операции. Самые современные представления об истории Великой Отечественной войны тоже найдут, я уверен, в учебнике свое отражение, в частности, тематика геноцида советского народа со стороны нацистов, установленная не только исторически, а уже юридически судами. Одной из важнейших дат 2024 года, несомненно, станет 80-летие полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Центральным событием в череде памятных мероприятий, приуроченных к этому юбилею, безусловно, станет открытие мемориального комплекса в память о советских гражданах, жертвах геноцида со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Идея этого монумента, поддержанная президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, была предложена Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом еще в 2020 году. Организационный комитет «Наша победа», созданный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, призван объединить все направления и проекты «Единой России» по сохранению исторической памяти, оказанию помощи ветеранам и противодействию фальсификации истории. Под эгидой Оргкомитета реализуются десятки проектов, в том числе диктант победы, акция «Звонок ветерану» и многие другие. Служба информации фонда «История Отечества».